Вот это вот новшество от зума с записью становится крайне интересным. Ага, каждый урок такой. Знаете, что такое хеддок по-английски? Это треска. Ну, рыба такая. О-о-о! Ужасный треска третий. Потрясающе. Ну, и тресковый. Здорово, да. А вот я не помню, как его называли. А карасик он, вот кто он был в переводе. А, карасик. А тут треска. Ну, треска более хладнокровная рыба, да, карасик как-то более нежно. The hope and hear – это наследник, hear, да, племени волосатых хулиганов. Обратите внимание, слово хулиган звучит так же, как русское слово хулиган. То есть это у нас одно слово на два языка. Так. Значит, что тут еще было? Вытер свой нос, рукав. Он вздохнул. Он еще глубже погрузился в снег. Это когда они шли драконов в пещере себе добывать, дракончиков маленьких. Линда, я вижу тебя. Ты можешь уже руку опустить, я знаю, что ты хочешь, да. Ты спросить хочешь или читать, Линда? Я хочу читать. Читать. Все, да, я вижу, да. Значит, The Incomplete Book of Dragons. Неполная книга о драконах. Причем у этой книги есть еще второе название, да, полная книга о драконах. Ну, хорошо, Линда, давай ты вот это прочитай страничку. The Incomplete Book of Dragons. Also known as The Complete Book of Dragons. Advised to Dragons Speaks in the US is a book featuring all known dragons from Cricut, Colossus, Sally. It was released only in 2013. Да, released. То есть выпущена, издана, выпущена, вышла в свет, как бы, да, получается. То есть Incomplete Book of Dragons. Неполная книга драконов, да. UK, это Великобритания, да, сокращение. Также она известна как полная книга драконов. Guide to Dragon Species. То есть гид по, путеводитель по видам драконов в US, это уже United States, да, США. Книга, где перечислены все драконы из ее книг. Вот она, ее обложечка, одна из обложечек, да. Крисида Коуэлл. Релиз, это, она вышла в свет, да, 20 мая 2014-го аж года. Так, давайте посмотрим здесь. Kinds of Dragons. Виды драконов. Какие у нас были виды драконов, да. Ясмин, давай, ты почитаешь, да? Давай. Одна минуточка. Угу. The dragons, the dragons now to the hairy hooligans drive our, drive our growth into one of seven classes. Does it all there are similar abilities or features that they possess? У меня вопрос. Так, что там у тебя со звуком, что-то, да? Нет, это с Сашей вопрос есть. Так, Саша, ты подожди, пожалуйста, мы сначала дочитаем, потом вопрос, хорошо? А в коврах читать? Читай. Угу. Unlike modern. Online modern. Texonomy. Exponomy that is basic on shape. Physical. Physical. Characteristics. Characteristics. Угу. Хорошо. Значит, драконы, которые известны племени волосатых хулиганов, разделяются на семь классов, основанных на их способностях или характерных чертах, посесс – это иметь, обладать, да, вот такое красивое слово с четыре буквы, Саш, да? Значит, в отличие от современной классификации, которая основана на основных физических характеристиках. То есть драконы, которые мы имеем, да? Драконы, которых мы имеем. Хорошо. Да, Саша, что ты хотела спросить? И разящие. А что, Саша? Кто такие разящие? Такие разящие драконы? Ну, это драконы, которые нападают. Нападают. И разить – это, значит, поражать от этого же корня слова. И еще вопрос, а почему кочегары? Кочегары? Ну, видимо, потому что у них, они огнем дышат. Угу. Так, хорошо. Так, кто там дальше у нас читает? Так. Ясмин еще не читала у нас? Я читала уже. Читала уже, да? Угу. Так. Елисей еще хотел, да? Давай. Драконы, 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 Мир красок. ДИФИНТА? Карфитах. Раз первых водал Dubblr. ДИФИНТА, Chinese лов discuss. Шарфитах. страйк вот страйк это как раз будут разящие это кочегары то есть огнедышащие драконы камнееды ну понятно да что это те кто есть камни скорее всего будет так ищейки ищейки это те кто хочет но ищет хорошо до кого-либо когтевики когтями дерутся водные драконы понятно живут в воде да и загадочные там мистер и мистер и да они ходят драконы которые еще не очень открытые как ночная фурия о них почти ничего не известно это вот вот это вот да ночная фурия нет это это ужасное чудовище она в класс кочегаров ох ты александр ты ценный человек сегодня будешь нет огневица другая там будет у нас огневица в тексте попадется уже не на какой-то огневицу что-то такое но это монстры снять мы монстры с это монстр а мать мы это ночной кошмар то есть вот я знаю выходит монстр ночной кошмар да страшно и еще страшнее это как про двух драконов которые были вот в первой книге на остров которые огромные пришли если первый говорит был твоим ночным кошмаром мог бы быть то второй мог бы напугать сам ночной кошмар да такое да хорошо так дальше значит тогда давайте артем уже ты почитаешь о да я как я как раз хотим давай а им гаинг а не не а им джоинг тут же ради на делал гауин 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 гауинг гауинг куда-то купил да то-ка для ватт но и и по и по и по и They're really scary, boasted, not loud. Oh, shoot. Shut up. Oh, shut up. Shut loud. You can't say it's speedy feast. Only a hiccup can have a monstrous nightmare. You have to be the son of a chief. Chief. Правильно, да, chief. He caps. Father. Father. Fest. West. Stoic. 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 Холи Гэн Трайб. Так, окей. Значит, у нас получается, когда они идут этих дракончиков себе добывать в пещеру, вот один другому говорит, что я собираюсь добыть одного из этих ужасных драконов с экстра, супер выдвигающимися когтями. Клоз это когти. Можно у меня вопрос? А кто у нас в админ? У нас Илья, по-моему, админ сегодня. Так, значит, они действительно страшные, похвастался Снотла Аут. Снотла Аут там тоже какое-то имя из этих хулиганов. Не помню, кстати, какое там имя было. Так, сейчас... Снотла Аут на английском, с опляком русском. А! Точно! Оно что-то с этим было связано, но я не помню, как его сформулировали. Его сформулировали с Маркало. Вот, молодец. Ага. Так. Чего бы я без вас делала сегодня? Так. О, заткнись, с Маркало. Ты этого не можешь себе позволить. Сказал. Ну вот по этому названию, это быстрый кулак. Название. Спиди Фист. А с Маркало все-таки добыл себе ужасные чудовища. Да. Только Икинг может иметь такого дракона, да? Для этого тебе нужно быть you have to be сыном вождя. Чей фотошек или вождь. Папа Хикапа Икинга был стоик, бесстрашный вождь времени волосатых хулиганов. Вот так вот у нас. А вот это вот про этого дракона. Вот. Так. Кто у нас там хотел читать сейчас? Сначала найдем. Так. У меня там был Даниэль, который поднимал руку. Даниэль, ты еще будешь читать? Так. Даниэль отметился. Так. А у Александра там прям этот... Ну-ка, Александр, покажи нам своего красавца. Беззубика. Беззубика. Так. Ты наоборот убрал от камеры. Чуть-чуть. Во-во-во. О, смотрите, какой беззубик у него. Классный. Так. Хорошо. Даниэль, я в одном твоем уроке нарисовал беззубика. Я помню, да. Красиво. Красиво. Хороший был рисунок, да. Значит, монстросной мэр. Ну, дрэгон is more ferocious or fierce than the monstrous nightmare. This gigantic dragon has a long snake-like neck, длинная, змеиная шея, and the tail, хвост и покрыт этими зубцами, да. Так. Кто у нас там поднимает еще руку? Кто из тех, кто не читал? Так. Все уже читали, да? Так. Хорошо. Саша, ты управишься с чтением? Или ты руку так поднимаешь? Да, попробую. Мне кто-то пишет в чат личку в легальные сообщения. Так. Сашенька, мы удалили этого товарища уже давно, не переживай. Ага, понятно. Хорошо. Так, Саша, давай попробуй почитать немножечко, да? Нет, она тут. Я для пробы нажимаю на нее и именно шептовал тут. Ага. Ясно. Саша, будешь читать? Буду, конечно. Ну вот давай читай вот отсюда вот, да? And is. And is к скажите эту букву. Каверджа. Каверджа и инсэр. Спейлзо. Мост офт офтен офан офан ред энд ло лон лонг шар шарп пайнзо. Пайнзо. Скажите середину букву. Так, шарп с пайнзо. Так, давай вместе. Я читаю, ты повторяешь. The nightmare gigantic head можно сама. Пробуй. And and more mouth 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 cap can swallow hollow whicking whole whole which is very aggressive Агрессив и территория. Увел. Небо. 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 Три. Ран. Рун. Стром. 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 Угу. То есть это самый страшный дракон с длинной шеей, как у змеи, и хвостом, покрыт шипами, most often red, в основном красными и колючками. Голова у него и рот, а у него огромная голова и рот может проглотить викинга целиком, помещается, да. Он очень агрессивный и никогда не уходит от драки. Ну а теперь от опасных животных переходим в безопасных животных. Да, Тимур, давай сейчас ты читаешь. Ура! Наконец-то! Ура! 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 Кром usesz Through established екс Through chorus. А small. Ура! 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 Ух видишь л через коры, будет только выборной полину! They are poor hunters, but they are easy to train. These dragons are the best kind for family pets, although as with a lion or a tiger. They should never be left unsupervised with very young children. They are very young children, so you can just have a dragon or a common or a garden or a basic brand if you have four kids? Yes. Maybe. 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 If there are four children, we will take them. Well, yes. They are too dangerous. Да, предполагалось, что Икинг как раз взял именно такого дракончика, который относился к обычным садовым, или, как они перевели, коричным драконом, ну, то есть основным коричневым вообще. Но он взял вот это. Да, он взял вот этого, еще и без зубов. Нет, у него есть зубы, он его так прозвал, потому что он мог всовывать их в челюсть, так сказать. Дело в том, что по книге-то у него не было зубов. Но у него они появились магическим образом. Они потом стали появляться. Так он какого дракона-то себе взял? Ночную фурию. Вот именно, да? Нет, не начну фурию, а без зубов и дрём. Вообще-то он думал, что это простой садовый, потом рыбьенок сфантазировал одну вещь, и это казалось правдой, что это особая порода, которая называется беззубый дрём. Да, то есть сначала это было как бы он придумал рыбьенок, а на самом деле оказалось, что он и есть этот беззубый дрём, да? И что они живут очень-очень долго и очень долго растут. Поэтому беззубый был таким маленьким сначала, а потом оказалось, что он такие из мощных... Через тысячи, миллионы лет он станет таким же большим, как гигант Максимус. Да. Или красная смерть в фильме. Перспектива такая, да? Когда-нибудь это будет. Так, хорошо. Там, Даниэль, у тебя подключилось? Сейчас. Да, можешь читать? Так, рука поднята, но человека что-то не вижу, да? Так, Вика, будешь читать сейчас? Нет? Или да? Да. Да, окей. Давай. Так, давай. Я думаю, что здесь опечаточка слушает. Абилития. 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 Реффаргик хантас 3. Спичь. Свит. Инретрет. Эйд. Фо. И пай. Трех фактор. Гуд. 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 Вот на картинке. Которая, да? Гуд. 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 Все оттенки коричневого. Гуд. 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 Вооружен. То есть не очень много. Defenses. Защита. Прикли спальс. Шипы колючие. Двоечка. Рейдер. Это способность улавливать, что-то находить. Он не ядовитый. Никакого. Да, поезда не ядовитый. Hunting ability. Способность охотиться. Умеренные охотники. Такие сонные охотники. Три. Speed. Скорость. Swift and retreat. Когда убегаем, скорость хорошая. Восьмерка. То есть скорость он развивает не за противником, бегая от него. И fear and fight factor. Угрожающие факторы. И боевые. Хорошие, когда разозлиться. Четверочка. Ну, то есть понятно. Умеренность и аккуратность во всем. Так. Как поймать грункла? Кэтч-грункл. Так. Значит... Ну, я читаю дальше. Они... Да, хорошо. Давай. Вартихог, бородовчатый еж, Докс и дж Субтитры создавал DimaTorzok 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 гонщик на самом деле довольно такой приличный дракон которого очень такая серьезная броня до чешуя и крылья как китчина и до кухонные ножи вот и вот они значит пока сначала спорили потом все-таки dogs breath собачье дыхание у нас победил а потом ухитрился уронить этого дракончика то есть поднялась с пола и уронил пока пытался положить корзину потому что они очень тяжелые эти дракончики вот и в итоге когда дракончик упал соответственно звук пошел по пещере было громко и дракончик приоткрыл open its evil crocodile eyes приоткрыл свои злые крокодили глазки все затаили дыхание гронко посмотрел вперед но только и кинг обнаружил что он нет не открыл 3 как бы вот эту третью пленочку глаза и он обратно заснул таки удалось избежать а вот и сам громко это просто картинка но частично картинки пришлось брать из мульти мне этот дракон не нравится вот уж он плохо летает ну да он как майский жук с такими-то крылышками при такой массе летать очень сложно они хотели двое хотят по этого дракона да и двое хотя этого дракона исключительно из за того что он такой тяжелый боевой дракон как-то положено быть и викингу да самому я очень рада себе да да действительно Милашка. Да, действительно. Милашка. Примерно похоже на... На что? В мультике он показал себя... В мультике, в серийном сериале «Драконы гонки по краю» и «Драконы в саднике Олуха» он показал себя как очень милый дракон со своим хозяином Рыбьеногом. Да. А у Рыбьенога разве был Громко? Да. Не помню, что у одного была драконка, не помню. Мне кажется, что это у того, который был толстый. Но это и есть Рыбьеног. Рыбьеног, да. Он только в книге, он худенький такой, в книге, а в мультфильме он толстый. Да. Просто давно посмотрела. Я помню, что у него драконьих узвали корова какая-то. В мультике «Сарделька». Да? Да, «Сарделька». И еще Громко — это Громель. А, там, да? Да. Ну, это они перевели, да, там. Да. Ну, конечно, на гонщика, скажем так, он не очень смахивает. Да. Да, он точно плохо летает, из-за этого, что на нем сидел этот толстый, то он очень медленно летал. Да. Сразу, сразу обидели дракона. Громель уродливый. Первое же предложение. Сразу. Сразу кучу всего нарассказывали про дракона, да? Да. Так. Хорошо. Кто читает там? Тимур, будешь читать дальше? Да? Вот это, за Громком. Алинда читала? Кто читал? Алинда читала? Да, читала. Ну, я планирую, что вы в первом разу будете читать. Давайте я попробую. Я не хочу читать. Так, давайте я кто-то сказал сейчас. Артем? Я. Артем. Вика. Нет, не Вика, только я с ним подначитаю. Ну, давайте я. Знаете что? Давайте-ка так. Значит, сейчас. Тимур, ты будешь сейчас читать? Да, Артем. Артем это сказал. Я поняла, да. Я поняла, Артем. Тимур. Я просто предложила сначала Тимуру. Если он сейчас не будет, значит тогда. Давай, Тимур, ты читаешь? Я не очень читала. Пока буду. Потом Артем будет читать, хорошо? Ага, Даша. Я уже читала. Читали. Так что, все, давайте спокойненько, да, всем хватит. Давай, Тимур. Громко. Я буду читать. Так, тихо. Громко. 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 Очень классная книжка. Так, хорошо. Скажи. Какой язык? Испанский. Испанский. Здорово. Я немецкий буду учить. Я хочу французский учить. Очень классный план. В наше время сейчас надо языков побольше узнать. Это правда. Молодцы. Так, ну, значит, у нас это называется тяжелый бронированный дракон. Если все эти характеристики собрать вместе. Тяжелый, непроворотливый, но зато непробиваемый. Будем говорить так. И ест камни. Ага, и ест камни. Так, ну, Артем, давай теперь ты. Don't eat the cat. Не ешьте кота. Don't eat the cat. Ой, что-то влюбилось кое-что у меня. Don't eat the cat. Хикап just managed... Менеджет. Менеджет. Туджереп. Греп. А, греп. Тут. Тутлес. А, тутлес. Бузе тейл. Эс хэфлэф. Офин. Пурш. Пурш. А, пурш. Зэ дрэгон стрээджл... Стрээджл... Стрээглд. Стрээглд. Вилдий шоутик. Вапт флээш боф. Вапт флэш боф. Вапт флэш боф. Кэтс ээр томкс вапт флэш боф. Вэддон хэф нэ фэш. Рэбэ... 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 Рэбэдд... Хитх хэб. Хэкап фро м битвин грээ... Грэддд... Титсх... Тьв. Ага. Филин... Тиб... Это зубы. Филинг эл... Хи זה writer. Десертинг хэм. And you can't eat the cat. I like him. Fiddle stike mewet. Indy can't nantly from a beam hike up in their roof. Так, ну вот, давайте еще сразу смотри, Артем, я тебе покажу одну вещь насчет буковки джим. Вот она не стихийно читается по-разному, да, она читается в зависимости от того, какая буква за ней стоит. Вот если после нее встают вот и буковки. Я просто забыла. Вот смотри, да, вот это. И Ай, Уай, да, если после нее стоят буквы, я тут Ай не так написала, да, и Ай, Уай, то она джим. Если какие-то другие буквы, то она гэ. Вот. Я помню. То есть, вот. Так проще будет. Ну, пока вот сначала привыкнуть к этому, да. Ага. Хорошо, да, чтоб не путаться. Значит, смотрите, да, вот он, драконьий язык начинается. Хикапу удалось схватить, грэб это хватать, да, схватить беззубика за хвост, когда он вылетел. Дракон очень отчаянно боролся, крича. То есть, вот это вот коверканный, как вот драконьий язык, из чего он сделан? Он что в русском переводе, что в английском сделан, как вот дети говорят, вот только начинают учиться говорить. И вот они говорят с какими-то немного ошибками, где-то немножко звуки путают. То есть, это, смотрите, это want, fish, now, да. Я хочу рыбу сейчас, хочу есть сейчас. Так. Кошки, да, возьму кошку, хочу еду сейчас. То есть, сейчас не покормишься, ем кошку. В переводе было. С драконьего. У нас нет рыбы, говорит, все время повторял. И Кенг сквозь сжатые зубы. Чувствую, как его покидает все его спокойствие и мягкость. Да, вся доброта у него уже... Простите, у нас еще долгий урок. У нас еще 10 минут. А, понятно. И ты не можешь есть кота, я его люблю. Кот мяукал с балки на потолке, высоко под крышей. То есть, кот решил, в общем-то, смотаться от греха. Так. Learning to speak dragonness. И вот подходим, да, к тому, как мы говорим на подраконе. Давайте вы сейчас пробуйте просто попереводить. Я его изображу, чего он говорил. Это уже не совсем английский выйдет, да. А вы попробуйте догадаться, что за фраза. Мен крапаина ди хозис пищу. А это на каком-нибудь драконьем? Это на драконьем. А как на меторе будет? Нет, царапать в доме. То ли диван, то ли подушку. Не царапать в доме. Хаос, видите, хаос получается. Не царапать в доме. Не царапать в доме подушку. Да, ничего не царапать в доме, да, мебель, подушку. Так, это сейчас читать, это нереально читать, да. Так, значит, дальше. Моя мама не любит прыгать-прыгать. Ям-ям это ням-ням. Моя мама не любит есть браконьую еду. Грубо говоря, там перевод такой. Моя мама не любит, когда ее кусают за задницу. То есть, он там подбирался, видимо. Ярско. Да, пишу, киндл, гопха, отми, френдли. Рыба. Вот это вот, смотрите, это как бы у вилл-ю получилось у дракончика. Смотрите, внизу есть в английский нормально. Please, would you be so kind to spit my friend out? Выплюнь моего друга называется. Плюнь-кота называется, да, то есть, хватит жевать моего друга. И последнее, да. Do it one more time. Сделай это one more time, на самом деле, зашифрованное, да. Давай попробуем еще раз сделать. То есть, это вот такой вот, где-то вы можете на слух просто понять. Там звуки заменяются немножечко, да. Ну, в общем-то, дракона понять можно. Так. И основные слова из драконьего. Вот догадайтесь, из каких слов состоит фраза. Да, фраза-то в сущности, how do you do there. Мама, папа, понятно. Неа. Нет. Ну, как мы говорим, неа. Если. Yes. Мяу-ла или мяу-мяу, это кет. Неа. Ну, вот как дети иногда тоже говорят. Неа, да. Нет, don't. Не буду. Ям-ям. Это бать, кусаться, да. То есть, ням-ням, да. Di, ze. Но когда-то вот ze, так он... Di, mama, di, mama. Да. Di, miau-ла. Вот целый язык уже, да, получился. Pishyum. Pishyum это please. Это как бы, наверное, от Wishyum может быть похоже. Thank you. Спасибо. Почти с улиц Лондона, честно говоря, слово, да. Munch, munch. Есть. Да. Boutchip boom. Ой, bottom. Помните этот... Neville, Neville, Neville долгопупс, да, long bottom тоже по-английски. То есть bottom это задняя часть, да. Долгопупс. No like it. No like it. А это просто неправильно, да? Я не люблю это. Me like it. Я люблю. В основном что любил туфлы? Рыбу. Fish, 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 да. Yam-yam on the boom. Two white someone on the white. Укусить кого-то за нижнюю часть. Вот именно, да. Yam-yam on the tomb. Укусить кого-то за живот. Да. И yam-yam on the tongue. Сам. Это за палец. Укусить кого-то за палец. Да. Главное, чтобы не за мизинец. Да. И вот еще немножечко последнее, да. Значит, dim woof. Это woof, woof. Это гав-гав, да, по-английски. То есть dim woof. Dog. Собака. Squicky snack. Маус. Мышка. То есть он даже не произносит что-то похожее на мышку. Для него это просто пищащая еда. Да, да, да. Пищащая еда. Молодец, да, Александр. Tasty stings. Маленькие дракончики. Да, маленькие дракончики. Sting это кусать, жалить. То есть что-то типа, да. Randy floss. Кролики. Scrum lush. Scrum lush. Вкусный. Delicious. Dably yak-yak. Невкусный. Странный. Невкусный. Кстати, вот слово yak, оно существует, да, в английском? Sleepy slab. Кроватка, да. Это кроватка. Так, sleepy slab, да. Do the chocolate ha-as. Или ha-as, может быть, да. Ничего себе, это целый китайский язык, по-моему. Ha-as, да, такой, да. Правильно, китайский язык, да. Так. Смеяться. Ну, и вот это вот еще, да. Заголовок шоколадка. У нас там в следующий раз немножко останется. Заголовок шоколадка. Шоколадка, да. Милаки, я люблю тебя, да. Ты мне нравишься. Да, ты мне нравишься. Ты аутобамы, да. Выйдешь со мной. Поиграть, да. А тут непонятно, от чего идет вот это онга. Да, или что-то типа онгау, может быть. А вот вам шоколад. Чоколадш. Чоколадш. Сникснек. Быстрый перекус, походу, да, получается, сникснек. Да. Печенька. Печенька, ага. Мидлинг. Средний. Мидл. Биг Мэнгэф. Середина. Да. Биг Мэнгэф – это большого человека. Место Валхала, да, куда воины ходят. Валхала – это рай. Для воинов. Для рыцарей, которые совершали подвиги. В основном для тех, кто в бою погиб с оружием. Для винта. Биг Мэнгэф – это для викингов. Для викингов, да. Дуды, герли, буху. Вот это вот герли – это девочка, да. Плакать. Да, по девчоночи заревут, да, что-то. Буху – это как бы плакать. Стингфиш – это у нас треска, да? Хэ, да. Джим Джемза. Это пижама, да, дети очень часто, кстати, так слова переделывают. Ну и флоршит. Ковер. Ковер. Простыня. Ковер. Простыня на полу, логично. Логично. Все просто. Ни в каких сложностях. Такой оригинальный язык получился. Так, ну все тогда на сегодня. Мы там все, что осталось на следующий раз уже, чтобы не торопиться и не остановиться. А когда следующий раз будет? Через неделю. Хорошо. Я приду. Хорошо. Приходи. Хорошо. Так. Все, ребятки, тогда давайте. Хорошего вам вечера. До свидания. До свидания. Хорошего вам вечера. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok